И снова мы в нашей студии, мы продолжаем разговор. Напомню, что мы остановились на ощущениях, оправдали ли ожидания, оправдалось ли то, вот те надежды, те какие-то мысли были по приезду сюда, что вы хотите здесь что-то, что же здесь произошло, какие изменения, какие ощущения, что поменялось в жизни вашей, Валеры, это муж Юлии, Маши, вот все-таки не зря, действительно ли не зря вы приехали? Ну я думаю, все мы приезжаем в основном из-за детей, это наша главная задача. Это вам так кажется? Да, а лечение наше, это соответственно уже как для нас лично огромный бонус, нет, вот здесь я не соглашусь, потому что это не бонус, это составная часть, потому что вот вспомни то, что мы уже говорили, что как только начались сеансы, ты изменилась и опосредованно изменилась вообще все в вашей семье, в том числе и Маши, поэтому это не бонус, и это не как бы не подарок. Это часть метода. Да, это не подарок. Ребенок это часть семьи, и он может быть здоровым только, если вся семья. Вот, я об этом не говорю, поэтому это составляющая часть, не может быть кто-то больной в семье, и при этом все остальные быть счастливы и так далее. Поэтому, вот, да, мы это дело уточняем, так все-таки возвращаясь, что же поменялось? Да много чего поменялось уже сейчас. Ну вот. Вот сейчас прямо хочу, во-первых, если говорить о Маше, то сразу я, мы прямо видим, напоминаем, что ей стало легче. Истерики, вот если брать истерики, она, то есть, плачет сейчас также, но они абсолютно другого характера. То есть, если раньше это было такое прямо взрыв, то сейчас это такой осознанный плач. Ну, как и любого ребенка. Да, осознанный плач, она уже, наверное, и привыкла плакать за эти годы. Потому что это манипуляция. Манипуляция, да. Она стала, вот мы прямо вечером, мы прямо наблюдаем, и мы радуемся. Соответственно, уже она стала смеяться намного больше, она веселится, нарадуется. Соответственно, и мы вместе с ней. Понятно. А вот что произошло в ее, вот, насколько я понимаю, были проблемы даже в общении ее с вами, то есть, ВКонтакте, да, вот, до начала сеансов, до вашего приезда, то есть, ну, прозвучало, что она там не смотрела в глаза, она ничего не показывала, она как бы не реагировала, да. Вот что изменилось в ее поведении, в вашем общении? Ну, в глаза, смотрите, она стала сейчас больше. Она стала больше слушать и слышать. Вот это я вижу. Она стала, кстати... ...говорить опять слово «дай». Ну, вот оно первое мне, но она мне прямо говорит «дай, дай». Ну, это характерно. Да, да. Ну, в общем, вот. И, ну, соответственно, она и к папе особо вот, кстати, в основном она всегда шла больше ко мне. Такое вот у нее было, что она воспринимала, основном я была у нее. Сейчас она очень тянется к папе, просто очень сильно. Теперь... Больше даже обижается на меня, говорит, да, и тянется. Вопрос, да, вопрос о том, что изменилось у вас. Изменилось ли вообще что-то? Да, а если брать именно в отношениях, или... Вообще, вот в отношениях, в здоровье, вы... Вот, вы как бы приехали с мужем вот так, а изменилось ли что-то в процессе за эти две недели? Ну, я когда приехала, как ты себе сказала, это классический набор у старшей женщины, я себя чувствую прекрасно сейчас. Вот это значит, просто прекрасно. То есть, старшая женщина исчезла. Да, да, и спасибо всем специалистам, все работают надо мной, и так далее. И не только над тобой. Да. Насчет, если брать насчет моего мужа, то там, ну, он много лет курил, и так далее, то есть, там вообще другой процесс, он ощутил, и я уже говорила, в полной мере на себе лечение. Вот, и поэтому сейчас тоже стал намного прям лучше выглядеть. Юля, вот тоже достаточно вопрос традиционный, наверное, уже. Вот основная цель нашего центра, уже много раз об этом говорилось, я еще вот в нашей беседе это подчеркну, это не просто излечение, а вот открытие у детей каких-то тех способностей, вот которыми их наградил Бог, наградила природа. И вот мне интересно, ты, будучи здесь, ты вот прозвучала фраза, да, что ты стала как бы присматриваться, ты стала больше наблюдать за ребенком. видишь ли ты вот что-то такое, что впоследствии вот проявится у Маши? Ну, пока еще сложно сказать. Во-первых, она и так маленькая, судя по ее развитию, она еще меньше. То есть, еще пока надо немножко подождать. Вот, для меня на данный момент стоит вопрос о ее исцелении и о том, чтобы она выросла достойным человеком. Вот, вот понятие, что вкладываешь в понятие достойный человек? Ну, допустим, Обломов тоже был достойным человеком, для своего общества пролежал целыми днями, да, никому не мешал, ничего не делал, и было все ему очень даже хорошо. Ты тоже можно оценить как достойного человека. А что бы ты хотела? Ну, для меня, конечно, хотелось, чтобы она нашла себя, прежде всего. Это очень важно, заниматься именно тем делом, которое тебе нравится, и чтобы помогало другим людям. Это, ну, для меня, наверное, вот это вот достойный человек. Вот, я заметил одну очень интересную особенность. И в семьях родителей детей, скажем, да, которым на протяжении детства нужна была помощь, оказывается, и вот она оказывалась, и дети вот выздоравливали. У них, у всех появляется такая определенная, вот, ну, даже не мечта, такое вот, такое желание, чтобы дети были нужны, чтобы они могли помогать другим. Вот, наверное, все-таки не случайно, я думаю, Давид тоже сейчас прокомментирует что-то, потому что вот в ситуации, когда помогают им, очень хочется, чтобы они, как бы, да, вот, ответили тем же. И, наверное, у нас скоро соберется целая такая команда по оказанию помощи. То есть это наша смена, Давид, да, как тебе кажется. В разных странах, в разных, вот, городах, да, будут люди, которые, вот, здоровые, талантливые, по своим, да, возможностям, особенно, которые стремятся, будут стремиться помогать другим. Вот это интересный такой момент. Вот. Ну, а вот, вот, видишь, Юль, ну, давай немножечко, как бы, помечтаем. Скажи мне, пожалуйста, а все-таки, вот, какая область, вот, как тебе кажется, куда, вот, ну, представляя немножко суть вашей семьи, представляя где-то, может быть, уже нашим характер такой определенный, вот, в эти переводы, которые проявляются, куда ее потянем, где ждать вот ее успехов. Ну, как бы тебе хотелось. Ну, хотеть это одно, а то другое. Нет, ну, все-таки, ну, вот, смотри, ты же говоришь, вот, ты поняла, да, что Машу надо, вот, ее можно излечить, и вот ты к этому стремишься. В то же самое время ты, наверное, понимаешь, да, что вот именно вот в этой области, наверное, да, или в той или иной области, да, Маш сможет себя проявить. Ну, чтобы к этому тоже стремиться, вот, развивать как-то, вот, как тебе кажется? Ой, ну, конечно, я просто мечтала, что если, чтобы она пошла куда-то в науку, да, и... Мы потом, мы потом, через, да, через несколько лет, там, мы потом, да, вернемся к этому и вспомним, да, совпали мечты, но все-таки интересно, вот, зная твое целеустремленное, зная твою, вот, как бы, такую вот уверенность уже в себе, все-таки, ну, вот, интересно, да, услышать, что бы ты хотела от ребенка? Ну, я уже говорила, для меня, в принципе, не важно, главное, чтобы ей нравилось самой, и чтобы она выросла, естественно, достойным человеком, чтобы помогала другим людям. Я буду к этому прям все усилия прикладывать, а там уже посмотрим, что, к чему у нее есть талант, и дальше я ее буду только поддерживать. И еще один момент перед тем, как мы, значит, так вот будем заканчивать. Скажи, пожалуйста, ты осознаешь, что приезд сюда – это, как бы, не завершающая фаза, а только начало большого пути? Вот, как ты планируешь дальше? Ну, вот вы там скоро уедете на этой неделе, приедете домой, и что ты думаешь делать дальше? А дальше пойдет у нас развитие ребенка по полной, в полной мере, в которой только возможно. То есть, то, что в стране, ну вот, отношения с центром, планируешь ли ты? Ну, это однозначно. Я надеюсь, что Давид будет продолжать со мной общаться, и все, и все целями для развития на более высоком, гораздо более высоком уровне. Вот. Не в поисках спасения вы спросите, помогите как все плохо, а другое совсем. Вот мы в следующий приезд, да, мы опять соберемся и вспомним то, что мы говорили первый раз, и проговорим те цели, с которыми Юрий приедет второй раз. Юлечка, и в заключении, вот, несколько слов для мам, которые, скажем, вот, много за последнее время, я видел, вливаются в нашу группу, много новеньких, которые, как бы, вот, спрашивают, боятся, как-то волнуются. Вот, для них, пожалуйста, несколько слов, вот, что бы ты хотела сказать людям, которые, вот, вспомни, как ты искала, да, вот, оказалась той ситуация, когда нужно было найти, и вот тебя, как бы, да, направили, вот, теперь, как бы, твоя очередь сказать тем, кто ищет, кто, может быть, даже уже теряет надежду, вот, сказать им несколько слов, буквально о том, вот, что, ну, из своего опыта, что бы ты просто хотел им сказать. Ну, что бы я хотела сказать, во-первых, откиньте все сомнения, здесь действительно творятся чудеса, это, во-первых, то, что уже мы, Бог нам дал шанс познакомиться с такими людьми, это уже говорит о том, что это все не просто так. Однозначно, я желаю просто всем сюда попасть, всем. Я знаю, что, наверное, не у всех есть такая возможность, абсолютно, не у каждого, но надо к этому стремиться, потому что наши дети – это наше все. Нам больше ничего не нужно, главное, чтобы быть здоровые дети. Да, то есть, вот, я хочу еще раз, чтобы прозвучала мысль о том, что исцеление, излечение, оно реально, оно возможно. Именно не коррекция, не, как бы, вот, улучшение какое-то, не, вот, постепенное какое-то там развитие и так далее, а именно исцеление, и вот, как бы сказать, вот, мысль, то, что ты сказал о том, что, вот, как бы, у родителей именно, вот, такая идея, такие вот мысли, что ребенка нужно исцелить, вот, чтобы, вот, как бы, вот эта вот мысль, ну, а я просто обобщаю то, что было сказано и в начале тоже, вот, что приезжают сюда и начинают общение и работу с Давидом и так далее, и так далее, с целью и с мыслью об исцелении, не о улучшении. Вот это очень важно, особенно для тех, кто впервые сталкивается вот, с нашим центром, вот, по этому поводу, вот, просто, чтобы ты сказала родителям, мамам о том, что происходит. Здесь происходит исцеление ребенка. И родители, и родители. Самое главное, начинают дружить с семьями. И, ну, да, начинают дружить с семьями. Здесь, действительно, творятся люди с... Люди с самых разных стран, с разной ментальностью, вообще очень интересно это, поддерживать друг друга в сложный момент, очень интересно. И, действительно, мы здесь наблюдаем, как приезжают мамы, сначала все уставшие. И папы тоже. И папы, однозначно. Уставшие, измученные, грустные. И потом на протяжении вот недель просто все начинают расцветать. Начинает гореть глаз. Все верят, все уже понимают, что, ну, может быть, как сказать, каждый боится где-то сглазить, да, что-то там еще. Но все вот эти моменты наблюдают, наблюдают. И, конечно, просто... Ну, не каждый боится, во-первых. Ну, кто-то, кто-то боится, да, кто-то не боится. Ну, мы просто наблюдаем, как родители расцветают. Ну, это и есть наша цель. Да. У нас же лозунг какой? Счастливые родители – это здоровый ребенок. Поэтому родители, которые обычно всегда приводят детей в качестве сопровождающих всегда, вдруг обнаруживают себя, буквально в смысле, в центре внимания. И их поддержке, их лечению уделяется не меньше внимания, чем самим детям. Абсолютно согласна. Ну, и необычные сроки. Сейчас мы закончим. Необычные сроки все-таки. Да, вот мало кто может предположить, что там за две-три недели, ну, лучше три, да, происходят вот такие изменения. Что, в принципе, ну, наверное, нигде в мире одноковое имя. Вот, учитывая то, что ты столько изучала, да, смотрела, вот, то есть можешь явиться как бы, да, вот, подтверждающим фактором, что за это короткое время происходят изменения, которые не происходят. Да, да. Ну, как мы уже и говорили, везде нам предлагают просто коррекцию, а тут уже как мозг сработал. Кто-то более-менее как-то справился, а кто-то так и остался на таком же уровне. А здесь мы говорим о исцелении, о здоровом ребенке и здоровой семье. Пройдите. Ну, и на этом, да, мы заканчиваем, Юлечка. Спасибо тебе большое за то, что вот согласилась на это интервью. Вот, если, я думаю, что если будут какие-то вопросы, если кто-то захочет пообщаться, кто-то захочет что-то спросить, уточнить, мне кажется, да, что ты... Конечно, с удовольствием всегда. Да, поможешь, подскажешь, так что обращайтесь. Вот, у нас складывается, да, международный дружеский интернационал такой, поэтому все очень доброжелательно относятся и все помогут. Вот, еще раз спасибо и всем до свидания, здоровья, счастья, мира, вот, и всех, говорится, благ. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok